Моя подружка, я в доме, где она жила, и жили ее внуки, снимал помещение, в котором арендовал офис. В этом офисе я находился несколько лет. Эта женщина попросила меня поприсутствовать на свадьбе ее внуков. Когда внуки женились, она наменяла огромное количество, вот целое ведро 10-копеечных монет, или там 10-рублевых монет, одним словом, 10-копеечных каких-то монет, по-моему, это украинские монеты были. И вот когда муж и жена начали идти и выходили из дома, то она сзади них, прямо им на спину, вылила вот это ведро 10-копеечных монет. И эти монеты, они рассыпались во дворе, их было очень много. Со мной шел мой друг, его звали Арон. Он был не русский, мусина. Завтра у него шаббат. То есть какой национальности можно теперь гипотетически предположить. Когда мы шли с ним, он говорит, я сейчас буду возвращаться, все деньги пособираю. Я ему говорю, не стоит деньги эти собирать, потому что эти деньги – олицетворение тех несчастий, которые должны произойти с этими молодыми. И если ты эти деньги соберешь, у тебя будет очень много неприятностей. После этого, если детки собирают, то дети своей вот этой искренностью, какой-то внутренней чистотой, они убирают это все. А в случае, если взрослый мужчина собирает с целью нажиться, то он может очень плохо нажиться от этих денег. Вот что произошло. Он приехал и собрал эти монеты. У него буквально через неделю появился сиборейный дерматит на лице. Сиборея на голове жуткая в виде коросты. Руки и ноги все покрылись коростой. О чем это говорило? О том, что, скорее всего, он собрал еще и болезни тех близких, которые были во время этого обряда. Когда были проведены обряды, а он эти деньги собрал. И после этого у него очень все не получалось. То есть я с ним потом, после этого где-то полтора или два года находился рядом. И могу сказать, что жизнь у него просто накренилась. То есть если раньше с ним рассчитывались, перестали рассчитываться. Он разошелся с девушкой, которая жил. Там начались проблемы со здоровьем и так далее. Я ему все время говорил, зря ты эти деньги насобирал. Он мне потом сказал, да я эти деньги уже выбросил, они мне уже не нужны. А это не имеет значения. Обряд совершен, ты собрал, хоть ты их выбросишь, хоть нет, это не имеет значения. То есть должен кто-то убирать. Это знаете, как после праздника христианского дать кому-нибудь помыть полы в церкви. Вот тот, кто помоет полы, на несколько лет станет очень больным человеком. И ему будет жутко не вести в жизни. То есть он соберет все горе, которое есть у людей, которые посещали эту церковь. Церковь же может быть эффективной или более эффективной. Поэтому, когда люди входят в церковь, они выбирают такую церковь, где эффективность была еще больше. Так вот, батюшки некоторые об этом знают, находят молодых девушек и после этого просят после праздника какого-нибудь помыть полы. Оля, ты мыла? Ты мыла? Да. С дочкой, да? Конечно, вот те неприятности, которые были вами забраны, были забраны у огромного количества людей. Хорошо, что это был не Софиевский собор. Выбрали молодых. Выбрали молодых, потому что считается, а что молодая? Ей ничего не будет, у нее впереди целая жизнь, понимаете? Подсвечники вытирали. Ну, не делайте этого никогда вообще, особенно после Пасхи, потому что вам будет конец. Нельзя никогда соглашаться убирать пол в храмах, мыть полы, вытирать подсвечники и что-то вот такое делать. Это приведет к жуткому горю. И батюшки, которые просят это, делают это специально, они 100% это знают. Поэтому ехидные такие. И денег не дают, потому что это нужно обязательно сделать бесплатно. А еще, если в этот момент дать человеку конфетку или рассчитаться конфеткой, то у человека забирается энергия денег, и он всю жизнь будет работать за конфеты. Или налить чарочку вина, то он всю жизнь будет работать за чарку, понимаете? Ну, не чарочку, а рюмочку, да, правильно? Черная магия. Я всегда говорил, что в церкви...